друзья ну и мы резко с вами перемещаемся в брянск мы сейчас находимся в отеле виду у нас тут никакого нет но сам отельчик вам покажу я только проснулся не очень хочу показывать свое лицо ну да ладно немножечко только стал 15 минут назад и она еще не выправил все красиво помпезно стоит кстати недорого 2900 рублей от прям отлично здесь спали мы соседней комнате мама но я не буду туда заходить тут еще есть кухонька вот такая миниатюрная ну и туалет с душевой кабины принципе неплохо приехали мы сюда в час ночи уже поспали сейчас время 12 и буквально через 10 минут уже выйдем и поедем 1 чекин пицца поедим там кофеек возьмем и дальше к бабушке сейчас постараюсь раздуплиться разговориться потому что пока что-то не пришел себя здесь очень классный матрас мне понравится но подушки не очень потому что у меня отпрыгивала голова и начала уставать шея уже под утро поэтому с подушками точно надо что-то делать но так целом здесь чистенько миленько телевизор работает часы идут тут они такие забавные смотрите погодка ты ничего вроде как еще несет тортик которому бабушки приготовили одно и то же ничего страшно мне надо еще чтобы кто-то из вас помог вот это все сбросить да спасибо большое погода сегодня классно а чё не классно то что мне птичка очень сильно насрала жизнь вообще просто как летающая карава вот этого мунтан заезжали это брянский рынок центральный вот видишь я тебе хоть город покажу твой родной мы немножечко забили на чикен пиццу потому что все равно сейчас бабушки поедем она нас накормит и чем не даться более там будет картошечка с тушеночкой и оладушки гораздо интереснее мы сейчас заедем еще в карачев возьмем там кофейку вкусно на автовокзале как будто в прошлый раз брали а уже карачевский район между прочим вот и дальше в пальцом и там еще по броди и мы в карачеве сейчас возьмем кофейку и уже к бабушке поедет ты капучино будешь катюш ты чё будешь ну тебя правда не слышно такая вперед а не хочешь шаурма местный отведать так сказать шурмы мест нет я бабушкиной картошки подожду вместо оставлю ну и решила мамка вернее нас так сказать натаскала что бабушке надо купить чего-нибудь вкусненького колбаски дома магнит местные забежали моя гениальная мысль взять бабушки газеты с того программы вот я сто лет не являлся вот так батон я в детстве обожал просто вот так вот брать вам пока до дома зайдешь пол булки не было я еще хочу у меня завтрак с косяком просто хлебушек вопрос еще такой свежий я на не уткнул пальцем прикольно надо брать вот мы и пальцем сейчас вам покажу настоящую жизнь а то вы все просите чтобы мы в таиланд поехали вот где настоящая житуха вот так нравится трехэтажные домики двухэтажные старые детские площадки у нас вот это да наш подъезд тачка куда-нибудь запарковать но я смотрю тут нет проблем с тем куда поставить уж не прям сюда как в прошлый раз вот сюда хоп и все уйма тут всем вообще пофигу газовом смотри как бы где я увидел туда и поставил особо никто не парится но все девчонки расчекляемся продукты берем кофе я кстати успел допить хорошо привыкай деревне мне тут конечно не так грязно хоп ой а как тепло то на улице а москве это холодище было здесь 11 12 так берем пакетики сожра твой бабуля ночью катюх ностальгия так уютно да вот эти маленькие двойники россии класс а ты на этой детской площадке играла вижу конечно там где космодром это там тоже решетку поставили а знаешь почему решетку поставили внизу желтой но мы туда постоянно залезали прятались и там постоянно воняло с очками там постоянно писали поэтому и решетку вот так яблони здесь можно было есть яблоки мы каждый раз зелепупки срывали и кушали зелепупки это зеленые яблочки маленькие недозревшие и нас постоянно ругали покраски вот это дерево видишь такое кривое вот следующее там есть этот дуплок которому супы варили постоянно всяких растений волшебные зелия тут раньше качели были вот здесь вот здесь не за почему я думаю они просто сломались и никому нет дела тренога стоит но я до самого верка могла вот так вот подтянуть пошли я покрасить если качели повесить разрабатывается тут так все сала ты видел выползли стола сейчас пойдем погуляем по поселку дойдем до огорода ждем бабушку и дедушку ну а сами вперед вышли там за вот этим домом дофигища гусей и хотел еще поделиться мыслью что когда приезжаешь вот такие места аутентичные до деревни то забываешь по всякие трудности которые происходят на работе какие-то общие моменты разгружаешься очень классное ощущение они красавцы еще куча курицу по периметру большой у них тут загончик однако что-то они успокоились потому что до этого гарк или прям достаточно громко прямо от подъезда было слышно хотя он далеко идите посмотрите на да 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 так летите же домой серый волк подгород не пускает нас домой клевые да давайте вам еще покажу тут атмосферу а он пов курица да ладно вам не бойтесь такие мы дикие да приехали из москвы людьми со стороны будут вот придурки висеть от снимает ну когда к этому привыкаешь глаз замыливается но это как в тайване когда я жил и на море уже не обращал внимание через полгода но есть да есть вот так же местными гуси да гуси но очень здесь уютная атмосфера я когда маленький был ездил постоянно глуховку это такая деревня недалеко от города саранск и ну вот что то напоминает там тоже двух трехэтажные домики ну немножко конечно само расположение другое но смысл понятия они плюс-минус все одинаковые деда там уже выполз ждем тогда бабушку давайте я вам еще раз площадку покажу вот тут катя рассказывала пряталась когда маленькая была вот в ракете а он там местный магазин забежим катюх сейчас дорога по которой мы сюда ехали она здесь называется бетонка меня всегда в детстве очень сильно ругали за то что я на нее выходила там же машина пальцов был машина как не ездит быстро как на этой бетонке и как только слухи доходили до бабушки с дедушкой что а мы катю крыльянка видели на бетонке приходила домой бабушка сразу ну что рассказывай где ты была ты сюда тоже ходила когда маленькая была уже давно да уже существует мы местный магазин посмотреть сейчас мы туда зайдем с камерами слышишь катю скажет вы кто можете бабушке купим или дедушке брянск пиво надо чего-нибудь как думаешь тут смотри есть еще такие товары быт что надо вам чего-нибудь не и там точно все у меня дома есть еще так то побольше строчки орехи и нинка позвонил орешка нас и как тебе какие мышцы орехи что у нас растут на улице как да 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 и у меня дома не но точно ничего не надо а сетевые когда появится интересно ну я имею ввиду магнит пятерочка затем не хоть бы эти не отняли не да ладно а че отняли все раньше закупаются а помнишь мы не закупаемся здесь же кафе было да не закупается здесь почему в карачево нанимаем машину и едем из машины не дороже что там дешевле мясо привозим вот я сейчас не езжу мясо меня оля на маршрутку передала она придала и мясо мне и фаршу всего на свете передает его и сальца все передает а я час не уже ездила наверно раз 12 каждый четверг а вторник и четверг мы ездили в больницу смотрели ему детства постараемся до сколько здесь пять соток да где-то больше клубничка ну конечно сейчас осенью не особо что-то видно давай показывай что тут я бабушка снимаешь что она говорит ничего это самое а там от чеснок помимо огорода еще чего от зоны есть смотрите часы его прям как дома мы а не тряпку грязную не будут снимать ну-ка туда присаживайся коп и в картишке здесь можно погамывать смотри какие валенки такая атмосфера домашних ты знаешь что сзади тебя окно прям настоящий открой а девчонки все-таки пошли в магазин сейчас купит шоколадку сейчас будет бартер происходить какой-то соседки за орехами пойдем вот так вот а тут мама с дедой что болтает я люблю пальцов вот такая тут атмосферка ну может показаться что запустение понятно 8 все уже дома сидят все равно мне очень нравится как погулять очень здорово вот я вам еще чуть-чуть покажу часть поселка пальцов капелька россии и девчонки вам идут ну что вы купили аленку чё бартер состоится и осень ну чё ты боишься дать бы тебе чего-нибудь вкусненького но у меня нет ничего кроме шоколадки да не бойся еще один песель и котей маленький да не бойся ты не бойся что у тебя с глазками все нормально продала ну короче мозг не раскушивайте не не поймаете да понятно понятно сейчас дома попробую сейчас мы будем пусково цены кот хочет чуть поесть давайте мы чуть дайдем да пойдем пойдем катей сейчас сосиски размер все дадим пойдем тут есть и современные дома вот двухэтажный трехэтажный вот тоже кирпичный но квартиры тут особо не пользуются спросом в основном молодежь уезжает цены на квартиры невысокие стрешку можно взять меньше чем за миллион рублей это вам конечно не москва и 1 15 стоит 10 12 но оно и понятно здесь инфраструктура особо нет тихо мирная жизнь огородик чуть-чуть погулять а мы знаете куда пойдем к школе я хочу чтобы катя мне дискотечку показал дом культуры местный перед нами прямо эта школа за елочкой а слева вот это кирпичное здание оранжевое там почта сбоку детский сад там стомодологичка кабинет просто больница тоже там находится в одном здании собраны все куча бизнесов и всякой инфраструктуры я не знаю что еще что-то еще в этом здании есть но они вспоминаются еще потом у бабушки спросим ну и церквушка есть все что нужно для жизни есть держалок юля не руку все научилась прихожу домой продолжаю показывать вам достопримечательности пальцу это церковь и вот там чуть дальше дом культуры достаточно большая территория такая проходочка здесь коробка ну и там проводятся дискотеки как я уже не знаю стоит ли нам туда идти а может и не пойдем дальше то есть смысл просто здание смотреть или хотите а не не пойдем все а я помню в прошлый раз мы ходили вот эти штуки не покрашенные были и забор был аж это празднику день пошел а день поселку думал скатиться с горки но тут так узко тесно еще эти штуки такие скользкие когда мокрые но горка прикольная согласитесь ну и лужи тут не охота мне флюхаться кроссовках катя там что-то рассказывает чё ты здесь двух сторон ну так садились попками вот сюда ноги ставили здесь попками сидели а здесь карты раскладывали играли в карты это были наши такие столики друг напротив друга сидели тут у нас турниры по картам внутри мы играли как называется игра на носалке когда кто-то закрывает глаза и вот так вот пытается поймать а мы на самый верх вот так вот как паучки цеплялись и нас не могли достать и он так вот лазил человек пытался нас найти тут прикольная паутинка такая плотная а ну вон наши родители там бабушки девушка вдалеке все да да пойдем орешки попробуем я не хочу сейчас орешки пробую честно я хочу это просто возьмем варенье что там чего возьмем слова да огурчики а сало нам чуть-чуть дала может еще дадут огурчики возьмем варенье может еще что-то перцы вот эти консервированные с подарками уедем класс очень классно мне вот этот пояс нравится если бы у меня в детстве такой был я вообще кайфовал да я вижу тут еще и мусор накидали не было все вот эти грязюки пойдем вот эти штуки они самые высокие и сейчас для меня кажется что это ну как бы залезли хода но не высоко а тогда я была мелко и вот отсюда вот сюда я помню пацаны не ну ты чё слышь ты чё трусиха давай прыгай а потом спрыгнула мне помню ноги потом так болели для меня это было очень высоко типа с вот этих я как-то еще прыгала вот это для меня прям вообще слишком было высоко и когда я это сделала я так с собой гордилась но вот этих как они называются господи ворота на них тоже я помню залезала ногами вот так вот меня раскачивали туда-сюда короче мы находи а вот и семечки кстати щелкали вот на этой лавочке постоянно мы ходили чем заняться тут было очень весело это сейчас вот смотришь и думаешь что здесь делать фигня какая-то в детстве это настоящий реквизит в котором можно много чего придумать столько всего у нас здесь было вот тут асфальт вот знаешь такой ну тусклый кусочек асфальта небольшой квадратик и там что-то расчерчено это была наша любимая игра в мяч квадрат называется я знаю просто офигенно нам так было круто ну чё пойдем домой я думаю деда устал он себе он там уже кит подушки вынес а или они хотят посидеть на лавке конечно сколько время то 4 опять уже темно будет а вы чё тут посидеть хотите на лавках не пойдемте домой или посидеть да они пойдемте домой конечно зачем ты снял мы пойдем то он хотел чтобы посидели да я понял сейчас девчата придут сидеть будут с пяти часов сюда да после того как сериала да у них там заканчивается 5 часов садятся число до семи хочешь с ними посидеть обсудить так сказать все последние новости наверное тебе как блогер надо обсудить вот тут я посижу с девчонками давай деда без леса скучаешь скучаю как-то вышел дня три того назад пойдем до клуба до гаража у меня гараж ну зашли и прямо там метров сто прошли наверно белый гриб один нашли а это сыроежечки я по первости как утром прихожу и сразу сюда за клуб только бегу уже ведро белых я нарезал выезжаем сейчас брянск у нас только банок вы даже не представляете нет они они вот здесь там в районе 30 банок компоты всякие вкусняхи давай записывать мы конкурируем по видео с катюши я приеду в москву обязательно разберу вам покажу позавидуете ну там прям куча вкуснятина так и наверное я сейчас выйду все таки потому что здесь девочкам очень удобно все еще раз спасибо пока 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 ну чё ребятки готово если с камерами буду снимать пока бабушки они такие они же просто и так не отпускают детей конечно 30 банок с собой надо ой ну там столько вкусного мать моя женщина ма почему-то отказывалась говоришь да ладно я не буду забирать у вас возьмешь чуть-чуть ребята у меня все есть если мне не просто вот одной вот вы понимаете вот одной мне банку я открыла вот есть завтра не хочу вот маленькие баночки какие будет у вас возьмете да привезете чуть-чуть конечно там я специально для вас взяла побольше я взял это вам дам банку с огурцами потом варенье там точно дадим вам может быть компот вы тоже выходите ребята там мы что будем смотреть короче разберемся я пока сытыми даже пройду даже да я согласен вообще ничего не надо а мы выезжаем тут не очень такая гладкая дороже но сейчас будет хлеба не забыл а хлебушек остался у меня и кофе остался то есть мы его купили и толком не выпили почти полную но и срочно попью так пристегнуться забыли зашли в чекен пицца взяли себе 5 кусочков жульен мы сказать под вас едим мамка один по коктейльчику девчонки взяли я себе подписи приятного аппетита мы в аэропарке я очень быстро рассказываю потому что как можно скорее хочу уже вкусить и и а потом в ленту зайдем квас и надо будет еще потом знаете куда за именно они именно в магнит не в пятерку чтобы искать тушенку я набрал 37 бутылок это 6 упаковок по 6 бутылок и одну мы сегодня выпьем ну и немножко в номер за московский картофель а семечки лево когда я буду их через дороге нет в отеле включишь youtube но так для понимания объем сколько это все занимает в багажнике но я рад нам теперь хватит на пару месяцев а может и больше потому что мы выпьем условно штучек 10 и потом нам надоест и будет это долго долго стоять и ждать теперь у нас есть миссия взять тушеночки это какой район катюх беженский тут гарантированно мы найдем тушенку просто прям сильно громадный ты хочешь чтобы снять какой-то таймлаксик ну тут будет терресет вот так вот все окей я думаю пару блока взять штук 20 минут прям дорого получится около 7000 рублей чуть поменьше мяско дорогое вас 75 рублей бутылка от 329 не ошибаюсь ну видно в принципе масштаб магазин огромный ну над давайте наверно ближе к делу или вы хотите сразу немножко полазить посмотреть конечно вот такой наборчик страны достаточно 20 банок тушенки и рафаэла маракуйя никогда не пробовал интересно чё вы пытаетесь все найти брянский нету нету наискали кать